Вещества явно не хватит, чтобы раздавить, не хватит, да, значит зачерпнуть, зачерпнуть с белильцами, вот оно, вот оно с белильцами, не хватило простых человеческих белил, они дают много вещества. Берем теперь голубой, загоняем голубой, и он сразу зеленит оранжевый, загоняем, загоняем, но полностью оранжевый, не истребляй, пусть легкие звуки оранжевого остаются, поскольку они не могут не рефлексировать от неба, который от такого цвета. Накидаешь, накидаешь. Здесь в пользу зеленцы, пусть можно и с бирюзой тоже, желтый и бирюза, в районе середины проходит волна, освещенная последними лучами. Желтого себе надавишь, и вот этот штрих, штрих, раздавленный штрих волны нашвыряешь. У нас сначала чертежик сделал, на границе. Напрасно. Нет? Сначала пятно. Сначала пятно. То же самое, это же мигает и здесь. Помнишь, глянцевый характер? Глянцевый, да? А розовый. А розовый и так у тебя подмешивается все. Даже укладка первоначальная. Вот он, вот этот глянец. Потом на этот глянец начнут приходить наши любимые пеночки. вот такими, вот такими следочками. Вот такими. Можешь вот эту пену, после того, как приблизительно вот так вот накидаешь, зашвырять туда цвет пены. Пены, цвет в тени и цвет пены на свету. В тени это сиреневилки. Сиреневилки. Можешь сначала сбрить под них, да? Прежде чем пласть их. Сбрить, уложить сиреневилки. И белый, откровенный. На цветах. Логично? Давай так. Чуть выше середины проходит вот это настроение. Вот это настроение выше середины. Ну, и поскольку ты совсем белый не клала, то тебе непонятно, сделала ты что или не сделала в картине. А там бы подложить белых. Помнишь, я сразу чуть-чуть каркасик белый накидал. Все-таки без этих скучно. Непонятно, что мы пишем. Понимаешь, как только они появились, сразу жизнь наладилась на этой планетке. А это какой цвет? А? Какой цвет? Нет, вот этот, правильно. Вот этот. Ну да. А теперь вот это настроение середины. Да. В том числе и подштриховывая, перемалывая на нарядный желтоватый. Если он сразу не соглашается, надо потерпеть. То есть добить, добить это перемалывание. Смотри, какая вкусная белесость. У нас же белого практически не было. А вот появляется белесость, и она звучит. Но и рыжий вот этот в подкладке, как он уместен. Да? Да. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот это тоже в долгий ящик не откладываю. То есть пересчет пятен нужен. Сразу понятно, что мы калякаем. Можешь и эту чуть-чуть обозначить. Пока пальцем, например. Чтобы тоже было что-то попонятнее. Желтые вот эти всполохи заката мы накидаем мастихином. Поняла, да? Где-то перемалывать, перетирать мастихин. У нас могут появиться, если хочешь. Сити свой. Можно улицу создать более широкую. Можно домиками переднего плана заслонить. Эту улицу. Сделаешь вот этот фонарик. Который, собственно, издает этот свет. Пятно какое-то жуткое совершенно. Или плавник. Потренировалась тихо, а теперь с выкрутасами. Куда? Ты понимаешь? Вот один раз так сделал, а все перепачкало. Надо. Иди. Ну, так это нормально. Это очень нормально. И здесь неплохо. Только явно шла, 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 шла. А потом все-таки пошла с темнотой. То есть все-таки нужно умудриться вытирать это тут же в мастихе. В тряпку вытирать. Ну, при том, что ты, конечно, любительница вырисовывать. Ну, так надо же рисовать. Надо же. Смотри, у нас тут конь не валялся. Одними пенами мы здесь сыты не будем. Здесь нафиг не застревать. Естественно. Так надо не застревать. Надо умудряться везде писать. Потому что одно поддерживает другое. Ты не можешь себе позволить вкусную укладку. Потому что у нее нет никакой подкладки. Понимаешь? Тебе нужно везде, везде, везде. Везде побаловать. Очень уж они скромные. Но так уже выстроенные. Там этого нет. Там крупно. У меня вот тут вообще бугры зеленые не волнули. Непонятно что ли. Там крупно. Там понятно. Но сделала ты неправильно, хоть тебе и понятно. Там крупно. Понимаешь, это целый сгусток. Там свет. Вот этот рыжеватый чуть-чуть. Вот мне нужно умудриться тебя, который большой любитель посидеть, повырисовывать. Нужно умудриться тебя перевести на этот язык. Ты понимаешь? Ну ты-то помогай мне. Это аутер. Ты не create. Мне я нех'... Ты не stay. Ты не смеешь гигант. Идете? Я не могу сейчас перезвонить через 5 минут. Ладно? Нет. Так, Лена, попозже позвоню, я не могу говорить. Так. Посмотри, вот пока здесь нет этих звучиков, нечего шрисовать, ты понимаешь? Нечего, негде развлекаться рисованием. А когда появились звучики, так уже все это можно. Ты посмотри. А у тебя один кусочек, и ты в нем толчешься, толчешься. Он не получается. А он не получается, потому что у него даже поддержки нет. Он тебя замкнул, сковал, поймал. Все, все везде должно немножко быть набрано, понимаешь? Нет смысла сидеть на одном куске. О, смотри. Как же без них-то? А без этих на переднем плане так вообще скукота полная. Вот без этих. А с ними, посмотри. Жизнь налаживается. Том, выходит. О, смотри. О, смотри. О, смотри. О. Ты посмотри, что творится. Это все одно другого держит. Посмотри, как с ними весело. Давай в таком ключе. А вот эти... Ерундень какая-то. А как их делать? Во-первых, не надо было рисовать такие простецкие формы. Во-вторых, не надо было рисовать каждое деревце. Скалы. В данном случае что-то приморское. Приморское, оно всегда имеет скальное. Поэтому чередование хотя бы вот этих штучек, которые ты нарисовала, с скальным. Согласна? То есть и формы, посмотри. Я уже сбил. А то что это? Вот вкусное место. С ума сойти. Да здесь вообще уже столько всяких местечек, которые звучат. Вот там как раз хорошо. Ты пока делай, где еще конь не валялся. Давай сейчас сразу переделывать мои. Ну, надо, надо. Ну, понимаем. Прямо стихин, как будто не у моих. А что тебя заставило сделать этот страшный цвет здесь? Помнишь, я положил сюда коричнево-красный-синий, да? И он не был разбеленный. Зачем ты его так долго мусолил, что он стал белым? Как это восстановили водку выросло. Ты, кстати, иногда проявляешь настоящее смышленство и все четко, все интересно. И вдруг вот такие как заговоренные. Получается? Оливке. 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 Сетка. Это порванная до сеточного состояния материя. То с ниточными, ниточными, то лоскуточными. Сетка. Сетка. КОНЕЦ КОНЕЦ Он же принципиально розоватый Он все таки принципиально зеленоватый Слабим КОНЕЦ 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 Так и КОНЕЦ Соли бром мастихина КОНЕЦ 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 Оно КОНЕЦ КОМЕЦ Ну здесь оно и есть Поэтому просто надо дополнить и не белым увлекаться, а синим. Белый только на акцентных местах. Продолжение следует. Прикольно, нет? Ну ты сама посмотри на это место. Здесь каша по сравнению с этим. Ну я и создал кашу. Потому что все одинаково вот так вот решеточкой уложены, тоже будет не актив. Смотри какое дремучее место. Какая классная картинка. Ты мне ее потом оставишь? Хорошо. Сколько там всяких переживаний. Смотри какие штучечки. Это красиво? Что? Я тоже не знаю. Ну что я не слышу. Ну и ты еще не знаешь. Ну волните меня, да? я не знаю, я не знаю я не знаю вот кратасы, вот кратасы на кленточке разверну кисточкой можно кисточкой если красивая если красивая то можно просто кисть начнет раздавать червей а мастихин умеет балованные оставлять следочки а здесь все-таки нужны балованные ты посмотри что делается я знаю тебе такая не нравится вещь так ты что вот эти вот морские штуки дрюки почему мне не нравится что делать ну кто же тебе мешает сделать тонкое не умеет ты еще толстую пока не умеешь ой 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 не знаю может только мне нравится или это прикольно красиво на возвышенностях один бугор второй бугор на возвышенностях освещены целыми целыми стаями можешь чуть чуть вынимать вот так хотя нет здесь надо более бледно бледно давай давай тут что нибудь Игорь покажи какой скорость вот на какой стаями и но не знаю что это не знаю что это ты сама справляешься не знаю я попробовала повторить что вы Значит здесь не стайка, а здесь вот этот поднятый характер. Причем там эта стайка была? Вот это да, здесь есть. Причем отсюда туда идут эти змейки, эти полосочки. Ты вроде так хотела показать себя в полосочках, так и не показала. Не здесь, а здесь просто мне показалось, как ты умеешь брить краску. Вот эти хотелось бы увидеть, как я их делала. Ну там есть и посветые места, да? Ну в принципе сама укладка нормальная. Желтенькие поставим. Будет облачко темненькое. Поставка, который все люди используют. Потому что так в форме, тут очень слезы. Еще в кистье. У меня больше. У меня больше. Не надо. Если как бы это поставить, пробирали, то это не надо. Все равно. У меня уже совершенно да. Спасибо. Так, но все-таки слишком рыжее пятно мы не будем оставлять. Мы чуть-чуть его сморгим легкой, синенькой. Мастихину мы не сможем перебить. Краска стала настолько, что мы ее не сможем перебить. Мастихину мы сможем только придавить ее. Чтобы сохранить этот характер укладки. А желтый, да. То есть вот эту синечку тоже и сюда. Чуть-чуть вот этих рыжеватых. Рыжеватых. Они там обязаны быть. Просто обязаны. Даже если их ты не видишь. Рыжеватых и синеватых. И тогда все останется. Рыжеватых. И так далее. 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 Ну да. Сейчас немного темнеет. Погорячивает. Ну можно одно в другое вписывая получить. У меня пена опять не пеничилась. Да вижу. Да все и сегодня все. Давайте тогда соскребем что ли. Ну те места которые стоит соскрести можно. Вот это, вот это. Все, что надо оставить. Нет, вообще не вышло. Большие наплывы. То есть нам поливание не нужно было вообще. Ты же видела, я втирал. Ты полила. Теперь с этой мокрятины надо как-то быть. Ну хорошо, не срывается краска. А если срывается, что мало. То есть не поливаем. Запомни. Все поливали. И я поливала. И ты поливала. Так. Значит еще раз войдешь с цветиками. Раскидаешь цветики. Желтотики. Бирюзовости. Синисти. Обогатишь в цвете. Хорошо? Разбелы ультрамаринчика. Чуть-чуть вещества. Для того, чтобы вкусно укладывать мастихином эти все штучки, нужно вещество краски. Хотя бы немного. Вот такие настроения. Хорошо? Понашвыряешь, понашвыряешь. Понашвыряешь. И тогда в эту оно согласится укладывать тоненькие. Вот они. Вот они. Ты посмотри. Сразу режут. Да? Даже режут краску, которую только что я пальцем на... То есть и это красиво будет. Посмотри. Давай так. То есть дым краски чуть-чуть положить. Не шпатлевку краски, а дымочек краски. И начать выкрутаться. Хорошо. Вот все стыдит. Нормально, что оно скользит. Оранжевость на светах. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты тоже здесь видишь свет, да? Или только я? Смотри. Смотри, как он этот светик прекрасно оттенил камень. У нас появилась теневая, световая. Еще немножко теневой туда. Синька внятно оттеняет идею света рыжего-оранжевого. То есть, что происходит самое главное? Я раздаю свет тень. Унарядниваю свет тень. Теперь сверху на это раздаем творожистые проявления вот этих полосочек. То они синят в тени, сиреневят. То они оранжевят на свету. Вот они в тени. Ты понимаешь? Ну вот надо... А вот покажи, что не получалось. Покажи, как ты делаешь эти творожиства. Ну, нормалек, нормалек. Они у меня... Нет, нет. Ты делала сейчас все правильно. Единственное, что надо и дальше заставить эту олиминейку продолжить ее ход. Она у меня не сооруженная. Она у меня маслянистая. Вот она. Щупаем, щупаем так, чтобы заставить ее сделать этот ходик. Ой, простите. Так. Здесь у нас... Посмотри, второй слой. Еще более прозрачно кладет. Потому что он заслонил тонким слоем предыдущего. Посмотри, какая прозрачность. Вот это возможности именно второго слоя. Я думаю, отца все загубила. Посмотрите, какие нежнотики. Загубить вообще невозможно. Мы же вытерли, и у нас ровно подкладка осталась. То есть так оно как бы плодороднее, богаче, весь этот слой. С этими проявлениями. Подтираний. И как бы запутаннее для зрителя, для коллег по цеху. В том смысле, как мы это сделали. Запутаннее смотрится. Вот, где надо, глубинку усилили. Теплиночка. Смотри, как вкусно залегла. И это же уже другой цвет. Такого цвета у нас не было. Смотри, как обогатило. А слои маленькие, поэтому позволяют очень чутко реагировать на рисунок. Ты понимаешь? Вот они, пацаны какие. Давай. Не знаю, откуда появилось желание этим едким цветом воспользоваться. Там достаточно теплый цвет. Поч天и. Такого цвета. Такого цвета. Итак, как мы это сделали? Ужас какой ядовитый. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Этот же рыженький свет должен быть и здесь. Добавил DimaTorzok 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 Смотри, они исчезли вдали, да? Угу Это красивый ход всегда Значит, либо вытереть тряпкой эту каку, либо продолжить Но ни в коем случае не этот синюшный отвратительный цвет Зеленюшный там Розовюшный Прям по фактурам Укладываешь И не так темно там вдали Термо Но не настолько, как усадила ты Поэтому чуть-чуть, наверное, тряпкой сначала Протри места Потому что вот эта чернота будет все время вылазить Девай Горизонт Ой, какая кривая линия Вот Но горизонт должен быть ровным Не получилось Как? Вот это вот не получилось? А! Я думала у меня сюда горы Так подожди Линия горизонта Ровная, смотри, как под линейку А у тебя горная Понятно 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 Подписывайтесь на мой канал Здесь Наши Хочешь На 매ц 12-х День День Продолжение следует... Чтобы линия горизонта не смотрелась такой вырезанной, пустой кистью можно вот так брать и смягчать ее. И она как будто вписалась, втерлась в среду. Ты же эти штуки вроде умеешь, если ты пожалела. Думаю, чтобы муж в следующий раз отпустил, стараюсь сделать лучше оно. Ну блин... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Более из-под teenage поджемки Prof PTÁ submission Делал Hasta près. Более из-под адреса . Субтитры добавил DimaTorzok Makrel Продолжение следует... 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 Ну, то есть обычно здесь эти жилочки, пены. То есть, если их даже и нет, их можно допридумать. Я вот здесь хочу еще вот аж таких сопелечек, пены в тени, чтобы внятно была указана идея пены в тени. Камни вечно подрезаны пеной, прямо подрезаны. Очерчены и подрезаны, как-то вот так у них с камнем. Побоялась вот эти светики положить. Да, я начала их, потом стерла тряпкой. Они у меня не получились. Да. Да. Я не забываюсь. Продолжение следует... Сочетание вот этих зеленых и сиреневатых пятен, оно очень морское. Именно так оно обычно бывает в солнечный день. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 помоделировать, поискать сюжет облаков. Мы знаем, что на теплом красив холодный, но я взял именно розовый для того, чтобы он не был чужеродным всему пятну. Какая-то такая корона в небе. Например, это же я балуюсь, это не то, что я знаю, чего хочу. Пробую. Тем более в небе все, что хочешь, может быть. Ну, пощупай такое уже. Игорь, а вот в левом углу там что будет? Углы не наполняем ничем существенным. Углы не для подробностей. Пощупай, пощупай. Прекрасно стерло еще раз. Ага. Ага.